Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра и решили, что тест ЛТ давненько не было на канале и честно говоря, после обновления 9.1 мы даже его не выкатывали-то ни разу, а ведь на самом деле параметров, которые ему виды изменили предостаточно, я предлагаю вкратце коснуться того, что ему нерфанули, либо сделали лучше и посмотреть потом в рандоме, что вообще с тест ЛТ стало. Ведь если мне не заменяет память, это раньше назывался реально один из лучших танков игры в принципе, потому что он и имел ДПМ, у него было какое-то невероятное бронирование, потому что танковал он всеми частями своего корпуса и башни, он был незаметный и по большому счету с пробитием у этого танка не было проблем, не говоря уже про то, что он крутил практически любого тяжа и не говоря уже про ПТ-САУ. Вот, напоминаю, прочность уменьшилась на 50 единиц и этот параметр, на который в принципе, наверное, даже можно не обращать особого внимания. Увеличился, точнее увеличился коэффициент проходимости по грунту и по воде на 25 и на 9 соответственно, то есть по грунту на 9, по воде на 25 и могу сказать с тем учетом, что у нас большинство карт имеют как раз таки такую поверхность, наверное по большому счету это не так-то уж и плохо. Броня ВЛД уменьшилась на 14 миллиметров с одной стороны, пацаны, это понятно, потому что это легкий танк прежде всего, но с другой просто готовьтесь к тому, что ВЛД сейчас так танковать точно не будет. И время перезарядки увеличилось на 0.77 и вот для меня этот параметр на самом деле капец как решает. То есть он сейчас не такой ДПМистый, каким был раньше, ведь сейчас его ДПМ составляет там не 3.400 или 3.500, как было раньше, а 3.156. То есть неплохо, конечно же, но не предел мечтаний и КД соответственно стало вместо 5 и 2 вроде как 5 и 9. В общем, ладно, пацаны, на самом деле сейчас в рандоме невероятно мало ТСТ ЛТ личное вижу я, в основном это Шеридан, в основном это Викерсы. Тестолетов практически не стало. Давайте посмотрим, а на самом деле ли так все плохо. Так, БАТ. БАТов стало очень много. Вот, кстати, еще про кого я забыл сказать, это БАЧТИЛЬОН. Ну, он, ну он просто шикарный, пацаны. С барабаном иметь по 3000 ДПМ, что может быть лучше? Там их двое, нас трое. То есть, по сути, мы как бы чисто теоретически должны-то выигрывать схватку с ЛТХами. Ну, он, пацан предлагает в мой план вступить. Стабилизация, орудие, точность, все на высоте, пацаны, все как и было раньше. А, броня не пробита? Ну, народ, я бы целивал с уважением. А, у нас АФКшины просто пацаны. Так, ну что, я, наверное, пойду объеду, народ. Есть ощущение, что если тест, ну, тест РУТ будет сразу в лоб, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мне нужно объезжать, как-то пробовать, аккуратненько. Пробил. Какой кайф. Осень заповреждены. Шанс разрыва увлечен. Попадание. А, как вам? Осень запида. Движение невозможно. Пробитие. Я не знаю, что за путь получится. Есть пробитие. Я просто не знаю, что ты хочешь сделать. Пробил. 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 Ну, посмотри, как их щелкают, пацаны. Есть пробитие. Их щелкают просто как орешки. Чего? Пробил. А как это так, пацаны, расскажите? Бусеницы повреждены. Шанс разрыва. Противник уничтожен. А как их так перебили? Это же ужас. Есть пробитие. Там уничтожен. Это ужас, пацаны. Ну, первый бой как бы комом. Я уж извиняюсь. Я тут противостоял одному тяжелому танку. Как они все отлетели вообще просто. Я не понял этого. На самом деле, в К720 все сделал правильно. Он прижался к препятствию. Наверное, мне не нужно было бы оттуда уезжать. Вот. И, ну, припер бы он меня там дальше к стене. Дальше-то что? Я не знаю. Ну, ты посмотри, что происходит, пацаны. Это воскресенье. Это 12 часов дня. Что происходит? Давайте посмотрим, что будет во втором бою. Так. Кстати, да, пацаны, новый клан. Так что имейте в виду, с удовольствием приму пацанов танковых. Только вот 5 минут назад создал. Жесть. Это какой-то ужас, пацаны. Ну, на Т-100 ЛТ вы должны быть крыс-крысой. Честно. Вот на Т-100 ЛТ вы должны играть очень аккуратно и незаметно. По вам не должно быть вообще фокуса. На самом деле, вторую тычку я так и не понял, как он попал в меня. Был расчет на то, что у него УВН не хватит. Убой начинается. Ммм, два Т-100 ЛТ. У них тоже один Т-100 ЛТ. И Т-22 СССР. Т-1, говорит. Угу. Засвечусь. Наверное, их нужно вкатывать, мне это кажется, потому что их тут двое. Нет, тут двое. Ладно, трое. Пробите. Пробил. Так, хорошо. Тунис, один. Да ты, господи, ты либо проезжай, либо давай тычку, либо уезжай. Че-то, кто как свечивает. Ой, как прекрасно. Вот урон настрелив на этом танке, это, конечно. Это, ну, это одно удовольствие, ребят. Точный. Отлично. По-моему, если я не ошибаюсь, стабилизация. Но пробития ДЛТ хватает вообще. У меня нет калибровок снарядов. И, по большому счету, если бы не гребаный ВБР, я бы этого ИСа 7-го пробивал бы даже на таком расстоянии. Ну, конечно, конечно, конечно. Я даже не сомневался, что ты выберешь несчастную ЛТшечку, чтобы пробить ее. На ТС-ТЛТ постоянно нужно думать, постоянно нужно куда-то ехать, всегда что-то отыскать, понимаешь, да? Кстати, Бабаха сюда, наверное, может поехать, да? Как вы думаете? Как вы думаете, я видел там Бабаху, пацаны? Фульную Бабаху. А-а-а! Это как так? Ученица восстановлена. Можно ехать. Есть пробития. А это как так? Расскажите просто. Вы мне просто расскажите, как так он попадает еще и на... Сколько? На тысячу. Там с небольшим. На самом деле, вот из этих двух боев, что я могу вам сказать, пацаны? Могу сказать... Могу вам сказать, что... Я не почувствовал какого-то жесточайшего нерфа. Ну, да, в ДП мне обидно. Но то, что вы там думаете, что в ЛД понерфили. Когда вы играете на легком танке, вы вообще просто не должны задумываться о том, что он что-то будет танковать. Танканет? Блин, да, круто. Повезло, можно сказать. Вот, поэтому статисты будут и дальше настреливать неплохую урон на этом танке. Ну, а новички, либо же игроки со статистикой там, знаешь, ниже средней, я в принципе не рекомендую этот танк для того, чтобы учиться играть на легком танке. Для этого, мне кажется, подойдет Шерик. Потому что, ну, у него альфа. У него неплохое пробитие кумысами. Вот. Ну, и он также быстрый и маневренный. На тесту ЛТ нужно очень много, ну, соображать, думать, что-то вообще, прикидывать, что-то делать. Вот. Поэтому это точно танк не первой необходимости. Но бои, пацаны, какие-то скомканные. Но смысл этого раздела, смысл заключается его в том, чтобы показать бои такими, какие они есть подряд. Вот какие они есть подряд, такие я, пацаны, и выкладываю. Все, народ, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк, ну и подписались. Всем пока-пока.